Может, она ушла? Нет, я видела, как она шла в комнату шофёра. Наверное, чтобы дать ему какое-нибудь поручение. Но она так давно оттуда не выходит. А что? Что ты там делала? Нина мне сказала, что обязательно придёт. Ладно, а как ты себя чувствуешь? Плохо, плохо. Слушай, Гуччи, я не хочу тебя волновать. Бог и так уже достаточно тебя наказал. И я не буду подливать масло в огонь. Но я очень надеюсь, что это послужит тебе уроком. И ты бросишь, наконец, эти глупости. Я знаю то, что я сделал плохо. Недостаточно, чтобы ты просто это осознал. Я думала, что после первого случая ты возьмёшься за ум. Но ты так и продолжил заниматься глупостями, сам того не понимая. А самое ужасное, что из-за таких, как ты, страдают ни в чём не повинные люди. Такие, как Мария Милия, как твой друг. Я уверена, он просто следовал твоему примеру. Ведь ты для него почти бог. Ты вертишь им, как хочешь. И теперь он в тюрьме. Больше всего, о чём я жалею, это о том, что я ранен. Я тоже должен быть за решёткой вместе с цыплёнком, чтобы защитить его. Что ты говоришь? В прошлый раз цыплёнок очень боялся. Потому что вместе с нами в одной камере сидели, ну, ты понимаешь, настоящие преступники, убийцы, насильники. Всякая шваль. Это был кошмар. Неужели подростков сажают в одну камеру с подобными типами? Да, на их растерзание. Какой ужас. Этого не может быть, Гучо. Именно так, Россия. Именно поэтому многие подростки становятся настоящими преступниками. Эти типы хотели на нас напасть. Цыплёнок был очень напуган. Если бы не Алехандро, а Гирля... Не знаю, что бы они с нами тогда сделали. Отвечай, Лаурита. Что ты делала в комнате у шофёра? Я? Инесс. 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 Боже мой. Боже мой. Что это значит? Я тебе всё объясню. У меня что-то с машиной, какие-то странные шумы. Я только пришла и... Не говори глупости. Я что, похожа на идиотку? И вы... Вы... Как вы могли? Как осмелились? Послушайте, сеньора. Сеньорита. Да, простите, сеньорита. Вы знаете, какие последствия это за собой принесёт? Да-да, я и так уже на улице. Что мне теперь от вас ждать? Единственное, что тебя волнует, это твоё место шофёра. Успокойтесь, Донья. Я не хочу проблем с вами. Это не со мной у тебя будут проблемы. Инесс. 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 Инессита. Я ухожу. Мигелон. Вы поймёте друг друга. Немного поговорите и всё выясните. Заставь её замолчать. Боже мой. Боже мой. Я не могу в это поверить. Я отказываюсь в это верить. Этого не может быть. Инесс. Лаурита. 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 Да что же... Что ты натворила? Ты сама хоть понимаешь, что наделала? Какое безумие. Боже мой. Какое безумие. В собственном доме. С этим мужланом. Девушка, которая вот-вот должна выйти замуж. Почему? Почему? Потому что он мне нравится. Понятно? А твой жених. Рубен. Смотри. Что это? Я представлял его себе иначе. Да? И что же в нём не так? Оно должно быть совсем другим. Рукава не такие узкие. Правда? На эскизе был ясно нарисован широкий рукав до пояса. Ещё можно всё исправить. Ему место на помойке. Делайте всё заново. Что с тобой, Рубен? Я никогда тебя таким не видела. Да, да. Просто у меня сегодня плохой день. Иногда всё идёт не так, как этого хочется. Ты меня удивляешь. Ты всегда был таким уравновешенным. А теперь так себя ведёшь, какая муха тебя укусила. Иногда и у меня нервишки шалят. Именно поэтому я и начал рисовать. Это меня успокаивает. Готовь. Продолжение следует... 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 Инесс, разве то, что я сделала, значит, что я плохая? Не суди меня так строго. Как я могу тебя простить? Ты же сама не понимаешь, что натворила. Это грех, Лаурита. Это смертельный грех. Связаться с первым встречным. Мигелон не первый встречный. Шофер. Какая разница, кто он? Он мне нравится. Я его люблю. Нет. И я не хочу быть забитой, запуганной женщиной. У меня есть право исполнять свои желания. Следовать своим чувствам. Но он обыкновенный шофер. Инесс, я буду жить так, как сама этого хочу. И пусть для других это значит то же самое, что влюбиться в необразованного грубияна. Не понимаю. Я ведь всегда старалась воспитывать себя совсем другим человеком. Инесс, ты когда-нибудь была с мужчиной? Нет. Поэтому ты не понимаешь. Потому что ты не знаешь, что женщина чувствует, когда встречает замечательного мужчину. Я чувствую, он моя вторая половина. Твоя вторая половина? Вот этот? Инесс, у меня натура страстная. Темпераментная. И Мигелон точно такой же. Мне с самого начала понравилось.